Более ста лет прошло со времени обнаружения золотоискателями на Урале в конце XIX века уникальной деревянной скульптуры в Торфяных болотах, названной Шигирским идолом, высотой около пяти метров. Территориальное место находки расположено в Свердловской области, между Нижним Тагилом и Екатеринбургом, в районе современного Кировграда, бывшей деревни Калата. Шигирский идол представляет собой скульптуру, вырезанную из цельного ствола лиственницы. На ней можно увидеть различные геометрические узоры и лица с головой в верхней части. Существует несколько гипотез о значении образов, но подтвердить их не представляется возможным. Назначение скульптуры может быть довольно широким, от образов богов и духов до маркировки границ охоты определенных групп или обозначения запретной территории. С момента обнаружения шли довольно серьезные споры по поводу датировки этой находки. Возраст варьировался от 8 до 3000 лет, но более или менее первая достоверная датировка появилась в конце 90-х годов и составила более 7500 лет. Но многие ученые выразили сомнения и настаивали на дополнительных исследованиях, мотивируя это тем, что возраст древесины не означает возраст резьбы по ней. Но новые исследования, которые были проведены российско-германской группой ученых Михаилом Жилиным, Светланой Савченко, Свентом Хансеном и Карлом Уве-Хюстнером, при содействии Натальи Ветровой, директора Свердловского областного музея, показали возраст находки в 11600 лет, что было крайне неожиданно для многих ученых. А новые находки из ближайших мест при анализе показали схожие результаты, тем самым подтвердив полученный возраст, а лиственница на момент Санцтруба была возрастом более 150 лет. Были также найдены инструменты для резьбы по дереву, другие деревянные изделия, кинжалы и лосиные рога с вырезанными на них мордами животных. Новые даты заставляют пересмотреть идеи о том, что сложное и крупномасштабное искусство появилось впервые у ранних фермеров, потому как авторы шигирского идола были охотниками-собирателями. А это значит, что ещё охотники-собиратели были способны на сложные ритуалы и выражали в искусстве определённые взгляды на мир. Период когда был вырезан шигирский идол связан с окончанием ледникового периода и распространением лесов в более северные районы Евразии. Вслед за образованием новых территорий обитания шли и животные и люди. Новое искусство отличается от пещерного в конце ледникового периода, а это означает, что у авторов поменялись взгляды на мир. Возможно, они благодарили духов природы за более тёплый климат, но это из разряда домыслов. Но факт изменения стиля в искусстве всё же указывает на изменения в мышлении. Примечательно и то, что похожие находки того времени были обнаружены на территории современной Турции в Гюбек-Литепе за 2700 километров от места находки шигирского идола. Но в отличие от уральской находки изображения там были высечены из камня на так называемых Т-образных столбах. И судя по отсутствию в ранних слоях признаков фермерства и скотоводства, так называемый храмовый комплекс тоже начинали строить охотники-собиратели, а заканчивали уже фермеры. Но благодаря резьбе по камню там сохранилось больше изображений и столбов. Вполне вероятно, что и на Урале деревянных скульптур было значительно больше, они просто не дожили до наших дней, потому как и шигирский идол портится без специальных условий хранения. К сожалению, около двух метров нижней части идола были утеряны по неизвестным причинам и на сегодня его высота составляет около 3,5 метров, а об остальной части можно судить по эскизам Владимира Толмачёва. В целом шигирский идол в очередной раз указывает археологам на то, что камень не был единственным материалом, который древние люди использовали в искусстве и не только. Очень многое могли бы нам рассказать о нашей истории похожие предметы, но к сожалению очень мало деревянных изделий сохранилось до наших дней. На этом не прощаюсь, до следующих интересных фактов и открытий.